Встреча с Вячеславом Семченко Встреча с Вячеславом Семченко Встреча с Вячеславом Семченко Встреча с Вячеславом Семченко Барди из Вени, это Виктор Байрак. То нашим долидачам варто завітати на вашу подію. Бачимо зараз в афише, что подарунки, розигрыши и суперприз. Что же это такое и как его отримать? Призы будут. Что будет суперприз? Пусть это может быть останется такой маленькой интриги. Единственное, что немножко у нас добавились партнеры. Помимо того, что это юбилей сказки, это будет территория сказки проходить и при поддержке. Также участником является Марка Малицкого. Ну и, конечно, НТРЗ. И основные игроки это клуб Белая Ворона, клуб авторской песни. Минулого року ваш фестиваль набув позитивного резонансу. Він сподобався абсолютно усім учасникам. Хотелось бы спросить, что такого не цікавейшего вы взяли з минулого року? А что новенького вы подготовили на этот год? Можливо, что действительно на повал збие усіх учасників. Ну, вы знаете, как правило, вот тут на повал збивает. Где-то какая-то спонтанная. Тут простой пример. Мы буквально просто выходных. Собрались с ребятами поиграть в пентбол. После окончания, случайно, не случайно, но одного из ребят оказалось в машине гитара. И, вы знаете, вот свежий воздух, деревья, гитара и песни. Вот это как раз та атмосфера, которая сразу цепляет все струны душ, способных ещё что-то воспринимать, которые, я ещё помню, что такое романтика. Это возможность подумать, отвлечься от какой-то суеты. Немножко новое, то, что я уже сказал, это будет немножко разделён формат. Будут призы, будет печёная картошка. Хотели бы також дознаться, чи можно очікувати якесь выполнение от вас? Ну, пока история об этом умолчает. Фестиваль «Майский кот» будет объединен с юбилеем детского містечка Казка. Якое святкувание будет у детского міста и как оно будет стикаться с вашим фестивалем? Ну, там, насколько я знаю, в течение всего дня будет проходить целый ряд мероприятий. Это действительно юбилей сказки, это, опять же, и накануне Дня защиты детей. Поэтому там будет масса мероприятий, масса аттракционов. Наверное, оно подробнее всё-таки об этом может рассказать главный сказочник. Мы только тут опосредованно уже вливаемся в весь этот фейерверк мероприятий и привносим такой момент того, что взрослые тоже дети. И с одной стороны, а с другой стороны, что всё-таки тоже детей, наверное, приучать к лучшим музыкальным и поэтическим традициям. Первая часть вашего музыкального пикнику будет, как вы сказали, уже присвячена детям, вступно будет больше дорослых. Хотелось бы теперь узнать, что за часовыми промежками люди, которые без детей у каждой часа приходят, а с семьи с детьми, когда им стоит прийти и населедиться? Начинается этот концерт в 18.00. Ну, я думаю, что всем, кто любит хорошие песни, будет интересно с самого начала. Ну, первая часть, это, наверное, там минут 30-40 будут детские песни. А потом уже пойдут те песни, которые мы помним, которые мы сами пели, которые сейчас, когда где-то на радиоволне или по телевизору белькает, ты тут же останавливаешь, начинаешь её подпевать, потому что она сразу тебя цепляет. Поэтому, я думаю, взрослым будет интересно и на первой части, и на второй. Но в финале еще мы познакомим наших зрителей с рядом новых современных авторских песен. Хотели бы также узнать, что есть уже готовый перелик ваших гостей-виконавцев, или, возможно, еще можно долучиться, и какие-то виконавцы могут приедать, так говорить о горте тех, кто будет разважать. Да, перечень уже, конечно, выступающих сформирована, но желающие выступить, для них всегда найдется место, найдется время, поэтому все, кто хочет поучаствовать в этом пикнике, пожалуйста, обратитесь, можете найти в фейсбуке меня, либо Юру Любарова, либо Татьяну Жаринова, которая занимается организацией этого мероприятия. Пожалуйста, будем рады добавить новых участников. Порадовали нашим телевизорам сюрпризом, что будет печеная картофелька. А вот что варто нашим телевизорам, учасникам музычного пикнику, взяты с собой для того, чтобы приеднатися до когорти ваших учасников, и, возможно, також влитись в коллектив? Ну, важно, что с собой взять. С одной стороны, это несложно, а с другой стороны, для некоторых, это, конечно, большая проблема. Очень важно взять с собой хорошее настроение, либо небезнадежное, испорченное, потому что даже если оно будет чуть-чуть подпорченное, я думаю, мы его сможем отрегулировать и восстановить. И, собственно, и все, и желание вдыхать в себя эту атмосферу, воспринимать это, потому что там очень многие песни, это не просто хорошая музыка, это, в первую очередь, слова. Это слова, которые дают почву для раздумий, которые во многом и поучительные. Это то, что стало классикой, классикой автовской песни, а классикой, как известно, становится только то, что проверено временем, что есть истина. Поэтому там каждое слово, оно наверняка будет ценно. Я думаю, что зацикавили бы нашего миколаевского телеглядача, и не только жители города, но и жители области завітают на музичный бард-пикник «Травневый кит». Дякуємо вам, нагадую нашим телеглядачам, что до студии Нового дня завіта Вячеслав Симченко, инициатор музичного бард-пикника «Травневый кит». Новый кит.